В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. С юбилеем ветеран Великой Отечественной войны Ольга Патралова отметила свой сотый день рождения. Вместо пляжей, речки, офисы, документы. Как саровчане справляются с жарой на работе? Мастерская «Вкус лета» – творческое занятие в художественной галерее. Далее расскажем обо всем подробно. Весенний-летний призыв в самом разгаре, но первые новобранцы уже прибывают в свои воинские части. Всего в этом году ряды Саровской дивизии пополнят почти 400 новобранцев. Нести службу на территории города будут ребята из ряда Кавказских республик, из Пензенской и Нижегородской областей. Первые 60 военнослужащих Саровского соединения войск национальной гвардии уже принесли воинскую присягу. Подробности далее. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. В тексте военной присяги порядка 40 слов. Для того, чтобы прочитать текст этой клятвы новобранцу необходимо около 30 секунд. И за эту неполную минуту с ним происходит трансформация. Из юноши он превращается в мужчину. Теперь ему положено личное оружие и он может привлекаться к выполнению боевых задач. Вы являетесь продолжением славных боевых традиций внутренних войск, а ныне войск национальной гвардии, заложенных нашими отцами, дедами, которые во благо нашего народа стали символом несгибаемого боевого духа. С напутственными словами к новобранцам обратились ветераны войны, представители городской администрации и духовенства. От имени сержантского состава перед принявшими присягу солдатами выступил сержант Михеев. Он еще раз напомнил молодым военнослужащим, что воинский долг они отдают не своим командирам и сержантам, а всей стране. Призвал неукоснительно выполнять все распоряжения и приказы. Только тот, кто способен переломить в себя свой эгоизм и слабости, может считаться настоящим воином. От имени принявших присягу новобранцев на торжественном митинге выступал рядовой Валеев. Он пообещал командирам, что он и его сослуживцы будут выполнять свой долг с полной отдачей сил. Мы будем стремиться, чтобы наши службы, взывал у нас и у наших родных и близких, чувство гордости за достойный выполненный передотечественным долгом. Прибывать в расположении части новобранцы будут на протяжении всего лета. За период весенне-летнего призыва ряды военнослужащих Саровской дивизии пополнится на 400 человек. Имя Ольги Федоровны Патраловой знакомо многим жителям нашего города. В годы войны она была медсестрой на фронте, а после посвятила себя обучению молодого поколения и преподавала химию и биологию в гимназии номер 2 и школе номер 10. Ольга Федоровна обладательница множества наград и единственный в нашем городе преподаватель удостойной ордена Ленина. В этом году ветеран отметила свой сотый день рождения. Ольга Федоровна Патралова родилась ровно сто лет назад в деревне Фролова Вологодской области. Начало Великой Отечественной застало её на студенческой скамье. Тогда женщина была на последнем курсе педагогического института. Она бежит, машет рукой, что-то говорит одно слово, мы понять не можем. Война, война, война. Прямо вот помнили, пошла какая-то вот волна холодная. Как это волна, мы такие счастливые только что, на лето каникулы большие. По собственному желанию Ольга Федоровна решила отправиться на фронт, прошла специальные медицинские курсы и стала помощницей хирурга. Было не так просто. Хирург режет, он мне говорит, такой-то инструмент, я ему подаю, мне то-то, то-то она не громко не поворачивает, слух должен быть хороший. После войны Ольга Федоровна вернулась в профессию учителя, вышла замуж и в 46-м году вместе с мужем приехала в наш город. Здесь женщина трудилась преподавателем химии и биологии в школах номер 2 и 10. Не хотела, но так случилось стать учителем детей. И сколько радости узнала в прекрасной должности своей. Богатый опыт и многочисленные награды Ольги Федоровны Патраловой – единственные в Сарове преподавателю, достойные ордена Ленина. Но самое главное для нее – это семья, которая поддерживает на протяжении всей жизни. Я считаю счастливым человеком. Я служила для страны. Я сделала все для семьи. Дети мои, внуки мои выучены. Хоккейный клуб Саров начинает подготовку к новому сезону высшей хоккейной лиги. С 4 по 6 июля спортсмены пройдут полное медицинское обследование в Нижнем Новгороде. 7 июля в Сарове стартуют тренировочные сборы. В начале августа хоккеисты проведут на выезде два товарищеских матча против хоккейного клуба «Рязань». В планах у тренерского штаба участие нашей команды в двух предсезонных турнирах в Пензе и Тольятти. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 предупредили о мошенниках. Неизвестные по телефону представляются сотрудниками поликлиники и сообщают о том, что у пожилого человека, который недавно сдавал анализы, обнаружены серьезные заболевания, требующие немедленного лечения. Пенсионерам тут же предлагают приобрести дорогостоящие чудодейственные лекарства и незамедлительно начать лечение, даже без предварительной консультации с врачом. Медики убедительно просят не реагировать на такие звонки и во всех спорных ситуациях обращаться напрямую в больницу. В среду в молодежном центре пройдет торжественный прием по случаю Всероссийского дня молодежи. Молодые лидеры получат заслуженные награды за активную жизненную позицию. Самых инициативных сообщен наградят грамотами городской администрации и Департамента по делам молодежи и спорта. Работодатели обязаны отпускать сотрудников на час раньше, если температура в помещении превышает 28,5 градусов. С таким заявлением выступили представители Роструда. Согласно Санпину, при температуре 29 градусов рабочий день должен быть сокращен на 2 часа. При температуре выше 30 работники имеют право уходить на 4 часа раньше срока. Но пока это просто заявление, которое не имеет никакой юридической силы. А это значит, что будем продолжать работать по стандартному графику. Мы решили узнать у сыровчан, как они справляются с жарой и мотивируют себя на продуктивную работу. Всю грядущую неделю синоптики обещают, что температура воздуха прогреется свыше 30 градусов. И, конечно же, в такую погоду совершенно не хочется идти на работу. Попробуем сегодня узнать у жителей нашего города, как же они заставляют себя работать в жару. Пойдемте. Скажите, пожалуйста, как вы в жару себя заставляете работать? Ха, усилие воли, на что нам? Как заставить себя работать в жару? Есть какой-то у вас универсальный рецепт? Кондиционер купить. Да не знаю. Чай попить горячий. Почему горячий чай? Ну, турки же пьют горячий чай в жару. И? Ну, их это охлаждает. Деньги всегда заставят идти на работу. Если тебе деньги нужны, значит, надо будет идти работать. Без разницы, холод, жара. Как заставить себя работать в супер жаркую погоду? Включить кондиционер, налить кваса холодного и чуть-чуть поставить на крыльце, посмотреть на людей. Энтузиазм надо появлять побольше и все. Я работаю в подвале, поэтому мне там хорошо. Как заставить себя в жару работать продуктивно? Принять душ и вперед. А еще отличный вариант. Просто взять с собой на работу сменную одежку. И когда вспотел, переодеться. И тогда работать будет продуктивней. Как мы сегодня узнали, конечно, лучший способ избавиться от жары, это провести ее не на работе, а провести ее на берегу моря. Ну, а если все-таки жаркая погода застала вас на работе, то, ребята, включайте кондиционер, берите прохладительный напиток. Ну, и, конечно, помните, что все-таки на работу мы ходим не ради удовольствия, а за деньгами. Для вас про жару выясняли Кирилл Васенин и Артемий Глазков. Кирилл Васенин На которых царит буйство красок. Ребятам показали все инструменты живописцев, а также рассказали, что такое холст, масляные краски, зачем художнику нужно много кистей и как создаются шедевры изобразительного искусства. Мы стараемся тоже уделять как можно больше внимания художественно-эстетическому воспитанию детей и очень благодарны художественной галереи за предоставленную возможность участвовать в таких творческих мастерских, мастер-классах и экскурсиях в данном учреждении. Потом мальчишки по мотивам увиденных картин в технике аппликации создавали свои шедевры. Рисовали стебельки, приклеивали листочки и старательно делали пышные грозди сирени из комочков цветной бумаги. На каждый день недели сотрудники подготовили разные познавательные тематические программы. Все творческие мастерские рассчитаны для детей 6+. Но если приходят родители с детьми помладше, они могут тоже принять участие и позаниматься вместе у нас. Виктория Александрова с детьми уже постоянные участники творческих мастерских художественной галереи. Приезжая в гости к бабушке, она старается не сидеть дома, а приобщать детей к культуре и искусству даже на отдыхе. Я думаю, уже скучно, на улице скучно, парки все посетили, услышали о мастер-классах, приходим сюда, нам очень нравится. Всех, кто устал от жары, суеты и однообразия летних будней, ждут на интерактивных проектах художественной галереи, на групповых и индивидуальных занятиях. Автобиографическая повесть Рэя Брэдбери Виной за дуванчиков вдохновила творческий дуэт саровчанок Марии Вихаревой и Дарьи Латышевой на организацию летнего акустического концерта. Музыкальный вечер пройдет 29 июня в читальном зале Центральной библиотеки имени Маяковского. В программе концерта живые песни под акустическую гитару, которые необычным образом переплетутся с искусством танца. Подробности далее. Часто бывает, что обычный день творческого человека расписан буквально по минутам. Организаторы предстоящего квартирника Марии Вихаревой и Дарьи Латышева выкроили драгоценное время и собрались на репетицию. Летние танцевально-музыкальные зарисовки решили провести в антуражном месте в читальном зале библиотеки Маяковского. Это уютное такое мероприятие, когда собирается в основном близкий круг друзей или людей, которых ты знаешь, или как-то косвенно с ними знаком. И они все единомышленники. Они все пришли, чтобы именно этой атмосферой наполниться. И это очень ценно и важно. Легким движением творческой мысли известная книга «Рая бред бревяной» из одуванчиков превращается в новое блюдо – варенье из одуванчиков. Название летнего квартирника отсылает любителей музыки к творчеству американского писателя. Но не только о литературе пойдет речь вечером 29 июня. Мария Вихарева и Дарья Латышева постарались соединить в одной программе различные грани искусства. Нам хочется, чтобы после нашего выступления осталось очень вдохновленное состояние, после которого хочется выйти, пойти куда-то, делать что-то доброе, хорошее или что-то придумать новое, интересное, и чтобы все удалось. Сплетение музыки, хореографии, литературы и прикладного творчества. На концерте прозвучат кавер-версии песен известных исполнительниц. Репертуар подбирали из собственного музыкального плейлиста. Таким образом получится своеобразный женский взгляд на исполнительское и танцевальное искусство. Под фонограмму уже скучно танцевать и хочется, чтобы это было живое здесь и сейчас. Исполнитель тоже может где-то сделать акцент в определенный момент в другом месте, да, и ты должен подстроиться. Это немножко всегда стрессовая ситуация, но это интересно импровизировать и вот быть все время, подстраиваться тоже под другого человека. Это живое, чем когда ты вышел, отрепетировал, но это немножко скучно. Акустический вечер в арене из одуванчиков пройдет 29 июня в читальном зале Центральной библиотеки имени Маяковского. Начало в 6 часов вечера. Автор-исполнитель, лауреат и член жюри множества фестивалей авторской песни. Его знают многие ценители русского рока, а гастрольный график включает десятки стран и городов мира. Это один из самых известных русскоязычных авторов песен. В технопарке Саров прошел сольный концерт Павла Фахардинова. Бардовская песня может быть другой и звучать актуально в 21 веке. И это еще раз доказал Павел Фахардинов. Поэт-музыкант давно вышел за рамки традиционной авторской песни. И каждая композиция его исполнения – это моноспектакль о людях, жизни и вечных ценностях. Иногда окружающая действительность подбрасывает идеи не только для философских, но и иронических песен. Мне порой кажется, что иногда мои даже серьезные песни, если спеть с хитрецой, с такой, или там с полуулыбочкой, они сразу становятся шуточными. Павел Фахардинов родился в творческой семье и всегда знал, что будет музыкантом. Он благодарен за поддержку близким людям, которые к тому же самые строгие его критики. Павел не представляет своей жизни бесценной. По словам музыканта, в его голове ежесекундно витают слова и мотивы, которые в будущем станут песнями. Раиса Шишова познакомилась с творчеством Павла Фахардинова в клубе самодеятельной песни «Струна» и поняла, что бардовское направление в музыке вышло на новый уровень и переживает второе рождение. Девушка отметила, что своей манерой исполнения музыкант принес свежее дыхание в этот почти забытый жанр. «Сразу понравилось, сразу зацепило, потому что очень интересные тексты, интересные рифмы и очень глубокий смысл в песне. И по-другому совсем представляется бардовская песня». На концерте автор и исполнитель представил зрителям не только новые, но и хорошо знакомые большинству присутствующих песни, а также кавер-версии отечественных и зарубежных хитов. Каждая композиция сопровождалась одобрительными возгласами и бурными аплодисментами. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова